И так, у кого из вас есть в Библии, можете открыть вместе со мной. Достаточно знакомое место Священного Писания, однако покрытое глубочайшим мраком, готовое открываться тем, кто ищет Царство Небесное. Матфея 5, 45-48, заключительные слова на горной проповеди. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, проповедь весьма актуальная для последних времен, называется «Призванная к совершенству». Согласно данному повелению, возведенному Христом в ранг высочайшей заповеди «Быть Сыном Небесного Отца» – это обладать совершенством Ему присущим, которое выражается в оружии света, призванным отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, являя таким образом милость, правду и истину. Если же человек полагает, что он является Сыном Небесного Отца, но не обладает и не являет себя светом, присущим Богу, то его сыновство находится весьма под большим вопросом. И одним из определяющих факторов того, что мы обличены в оружие света, это право и способность призывать Бога или же поклоняться Небесному Отцу в Духе и Истине. В то время как определяющим фактором того, что человек обладает способностью и правом призывать Бога, будет являться наша способность реализовывать обетование Бога, содержащейся в сокровищнице Его воспоминаний, которая называется сокровищницей надежды. Ключом же для реализации воспоминаний Бога или же правом призывать Бога, призвана являться наша вера, выраженная в жертве хвалы, подтвержденной воздаянием Богу наших обетов. Псалом 49, 14, 15, и это не единственное место. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты Твои, и призови меня в день скорби, я избавлю Тебя, и Ты прославишь меня». Призывать Бога может не всякий человек, а только человек, облеченный достоинством царя и священника, посвященный, чтобы входить в присутствие Бога, а для того, чтобы призывать Бога и входить в присутствие Бога, всякий священник прекрасно понимал, что необходимо вначале принести жертву, и потом только с этой жертвой войти в присутствие Бога. Поэтому здесь и говорится, «принеси Богу в жертву хвалу и воздай Всевышнему обеты Твои», то есть принеси доказательства выполнения своих обязательств, которые заключил с Богом в завете, «вот и тогда начинай поклоняться Мне в Духе и Истине», то есть или же призывать Меня. Ранее мы с вами уже отмечали, что на еврите глагол «хвалить» – это совокупность таких уникальных составляющих, которые практически обуславливают весь спектр взаимоотношений человека с Богом и Бога с человеком. Так, например, со стороны человека хвалить Бога означает перечислять имена и титулы Бога, перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом независимо от утраты или приобретения, приводить доказательства своей причастности к Израилю, оставаться и не покидать назначенного Богом места в теле Христовом, быть верным своему изначальному призванию, смирять и порабощать самого себя перед волей Бога, изучать, испытывать и восполнять желания Бога, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства своего упования на Бога. Такая хвала дает возможность Богу выполнить обетование, содержащееся в сокровищнице Его воспоминаний. На еврите глагол «вспомнить» в формате жертвы хвалы в отношениях Бога со своим народом означает услышать и ответить, возобновить отношения с человеком, восстановить репутацию человека, заслонить человека собою, признать за человеком право на наследие, данное Богом, обратить внимание во благо человеку, облечь человека в свое достоинство, привести в исполнение обещанное. Содержание этих значений, насколько нам известно, заключено в одном из удивительных имен Божиих, Мешалахим, который означает «Бог воздаст» или «Бог вспомнит». Однако, чтобы Бог мог вспомнить в отношении нас свои обеты, мы должны представить Ему некое знамение, увидев которое Он мог бы вспомнить о нас и защитить нас. Исход 12.13. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Очень многие люди спокойны, потому что еще не пришло время поражения земли египетской. Но когда Бог начнет поражать землю египетскую в среде своего народа, тогда все станет на свои места. Только те, кто имеют знамение, оправдание, потому что кровь – это оправдание. Знамение крови Агнца на дверях нашего жилища – это свидетельство и доказательство, приводящее на память слова и события, совершенные в прошлом, что мы искуплены Богом, как от мира, так и от суетной жизни, переданной от отцов. А посему слово «искупленный» по отношению к нам относит нас к роду Божьему и в буквальном смысле означает «возвращенный Богом». Святыня Господня, отделенный для Бога, принадлежащий Богу, взятый Богом в свой удел, наследующий с Богом, связанный с Богом одной судьбой. Говоря о воспоминаниях Бога, мы отметили, что в силу своих совершенств Бог никогда и никуда не опаздывает и никогда и ничего не делает прежде назначенного им срока. «Все, от чего зависит Бог, так это от изреченного им слова, которое он поставил превыше всякого своего имени. Всего этого он никогда и ничего не забывает из того, что следует не забывать. И напротив, всегда забывает и сглаживает из своей памяти все то, что следует изгладить». Исходя из данных характеристик жертвы хвалы, обращающие на себя благоволение Бога, может быть таковой только при одном условии, если мы позволим Богу научить нас своим уставам. Потому что хвала должна быть подобающей и твориться в соответствии Божьих уставов. Не зная уставов, мы не сможем приносить Богу хвалу. Псалом 118, 171. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Из этого стиха следует вывод, что человек, не наученный Святым Духом, уставам Божиим не может разуметь, в чем выражается хвала и в каком порядке ее следует приносить. А следовательно, такой человек не будет обладать властью входить в присутствие Бога, как ходатай интересов Бога, чтобы призывать Бога и поклоняться Богу в Духе и истине. Из этого же стиха следует, чтобы Святой Дух мог получить такую возможность, научить нас посредством уставов Божьих, в каком порядке следует приносить жертву хвалы, нам необходимо облечься в достоинство ученика на условиях Писания. Эти условия обуславливаются состоянием чистого и доброго сердца, приготовленного для слушания благовествуемого слова, посредством которого Святой Дух как раз и учит, какой должна быть жертва хвалы и в каком порядке ее следует приносить. Хвала, которая соответствует требованиям уставов Божиих, является для Бога знамением, благодаря которому Он вспоминает обещания, данные нам, и приводит их в исполнение. А посему, когда мы даем обещания Богу и выполняем их, а именно в этом и состоит назначение жертвы хвалы, то Бог вспоминает свои обещания, данные нам в Своем завете, и таким образом получает возможность исполнять их. Когда же мы пускаем слова свои и на ветер и не выполняем взятые на себя обязательства, то в момент бедствия Бог также не вспомнит о Своих обещаниях, и мы не будем им услышаны, хотя и будем кричать и взывать к Нему. Всего этого исполнения обетований Бога поставлены в прямую зависимость от исполнения наших обязательств, которым мы присягнули в завете с Богом. Осии 4, 6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо Мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». То есть забуду обетования, которые я тебе обещал, потому что обетования, которые Бог нам обещал, мы приняли их в семени, мы их взрастили, и они стали нашими детьми. И Бог говорит, «Так как ты забыл свои обещания, то и я забуду детей твоих, я забуду то, что я тебе обещал». И первое, что делает Бог, когда мы выполняем обязательства, которым мы присягнули в заключенном с Богом завете, от которого Бог поставил себя в зависимость, то Он изглаживает в самом себе память в отношении наших грехов. Исаии 44, 22. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя». Бог искупляет только то, что принадлежит Ему. Он возвращает назад только свою собственность. Несмотря на то, что Он придет в этот мир как вор, но Он заберет только свое, только свою невесту. Он не будет воровать или брать чего-то другого. Он не вор. Просто Он внезапно придет, как вор, но заберет только то, то, что Он искупил, то, что принадлежит Ему по праву. Поэтому нам следует не забывать, что изглаживание грехов связано не с прощением, а с оправданием. Если человек не имеет оправдания, полученного на условиях Бога, как дар благодати, и не подтвердит этого принятия тем, что будет творить правду в деяниях правомочного правосудия, то это будет означать, что данный человек пренебрег данное Ему Богом спасение и отказался совершенствоваться в нем и возрастать в нем. Очень много мест в Писании говорит о том, что спасение должно возрастать. То есть, его нужно употребить как талант для того, чтобы приобрести большее. Филиппийцам 2, 12 со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Определяющим же фактором того, что мы пустили, данное нам Богом, с серебро искупления в оборот и таким образом возрастаем в своем спасении, будет способность побеждать клеветника в лице древнего змея, который будет посягать на наше оправдание, который будет говорить, что нет, ты не оправдан. Если бы ты был оправдан, ты бы чувствовал себя по-другому, и ты бы мог делать то-то и то-то. Откровение 12, 10, 11. Смотрите, кто такие люди, побеждающиеся клеветника, то есть побеждающие его, и как они его побеждают, то есть каким орудием, какими инструментами. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом день и ночь. Они победили его кровью Агнца, и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Такая победа над клеветником, посягающим на наше оправдание, обретенной даром по благодати, через учение о воскресении, будет являться для нас гарантией того, что наши имена никогда не будут изглажены из книги жизни. Потому что, согласно Писанию, большинство имен спасенных будет изглажено из книги жизни, потому что они не пустили спасение в оборот, как залог. Спасение дано, как залог, чтобы обрести Царство Небесное. Откровение 3.5. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим, и пред Ангелами его. Поэтому побеждающий человек, это человек, творящий правду в деяниях правомочного правосудия. Именно такой категории пред Богом дано преимущество облекаться в белые одежды, являющиеся для Бога знамением того, что они праведники. И чтобы сработать с воспоминаниями Бога, содержащимися в исполнительной силе глагола «вспомнил», мы остановились на рассматривании такого вопроса, каким образом и на каких условиях посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения с человеком в таком судьбоносном для нас направлении, как учение о воскресении из мертвых. И чтобы исследовать порядок, в котором функционирует высшая степень проявления силы Божией, которая заключена в силе воскресения и которая содержится в сокровищнице воспоминаний Бога, которые призваны привести нас к совершенству, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Что или кого Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божией в дисциплине воскресения, какую роль призвана играть дисциплина воскресения, в наших взаимоотношениях с Богом, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в дисциплине воскресения и по каким признакам следует определять, что мы действительно сработаем с Богом именно в дисциплине воскресения или же, что мы действительно обличены в воскресение и представляем это воскресение. Исследуя вопрос первый, какие действия Писание имеет в виду и обуславливает под высшей степенью проявления силы Божией в воскресении из мертвых, мы отметили, что сама по себе дисциплина воскресения как высшая степень проявления силы Божией, во-первых, многозначна, многогранна, многообразна и многофункциональна. Во-вторых, высшая степень проявления силы Божией в дисциплине воскресения сфокусирована, сосредоточена и персонифицирована в лице Иисуса Христа. Рассматривая же второй вопрос, какие конкретные действия призвано выполнять дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, мы пришли к выводу, что дисциплина воскресения призвана участвовать в рождении свыше или рождении от Бога, обусловленным Писанием в трех ипостасях, в трех степенях и в трех проявлениях, водою, Духом и Царством, то есть престолом, способностью господствовать над самим собою. 1 Петра 1, 3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по своей великой милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к купованию живому. Исходя из этого смысла, именно дисциплина воскресения в отношениях с Богом призвана в формате рождения свыше открывать нам путь к познанию Иисуса Христа. Римлянам 1, 4 «И открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых». Павел сказал, «Если бы Христос не воскрес, наша проповедь была бы тщетной». То есть, все заключалось именно в тем, в том учении, которое будет говорить о высочайшей силе Божией заключенной в воскресении. Поэтому, согласно данной концепции, путь в Царство Небесное, в лоно Небесного Отца лежит через познание Сына Божьего, Иисуса Христа. В то время, как путь к познанию Сына Божьего, как мы видим, лежит через следование учения о воскресении. И как мы уже отмечали, само по себе познание – это такое удивительное действие, в котором на определенных условиях доброхотно участвуют две суверенные стороны. И такое действие творит из двух цельных, из суверенных сторон один дух, одну суть или одно целое, где четко и ясно прописаны роли обеих сторон. И основаны эти роли на клятвенном союзе и взаимных обязательствах, содержащихся в брачном законодательстве, выработанном и увековеченным Богом. Для вечных и восхитительных взаимоотношений со своим народом и в определенном формате, в определенной степени соответствующей мере нашей веры мы уже рассмотрели ряд этих многофункциональных назначений в познании Христа, которые призваны производить дисциплину воскресения. А посему обратимся к назначению следующему, которое будет выполнять дисциплина воскресения. Дисциплина воскресения через познание Христа призвана давать Богу возможность избавлять нас и защищать нас и являть нам спасение Божие. Псалом 90, 14, 16 За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Воззовет ко Мне и услышу Его. С Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его. Далкотою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое. С Ним я в скорби означает я скорблю с Ним. Я нахожусь вместе с Ним в Его скорби, не просто с Ним, я скорблю вместе с Ним. Поэтому из этого пророчества следует, что Бог обязуется избавлять и защищать только тех человеков, которые познали Его имя. Но чтобы познать Бога, согласно данного пророческого обещания необходимо возлюбить Его. Потому что Он возлюбил меня, избавлю Его и защищу Его. Исходя из такой концепции следует, что учение о воскресении, в котором человек может познавать Христа, выражает себя в любви человека к Богу. А посему там, где отсутствует любовь человека к Богу, пребывает порядок смерти. В силу этого без любви к Богу невозможно познать Бога. И выражается такая любовь к Богу согласно Писанию в соблюдении Его заповедей. Иоанна 14, 15, 18. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и тогда вот что я сделаю, я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Люди, не имеющие Духа Святого, остаются сиротами. Только те, кто получили святой Дух и водятся Святым Духом, не будут чувствовать себя сиротами. Степень мира проявления силы Святого Духа в пребывании с человеком зависит от степени любви человека к Богу. Иоанна 3, 34, Ибо Тот, Которого Бог, Которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Эти слова принадлежат Иоанну Крестителю, взятые с проповедь Иоанна Крестителя об Иисусе Христе, которым и через которого Бог дает нам Святого Духа. То есть, обратите внимание, Бог не ограничивает степень проявления силы Святого Духа в нас. Это мы Бог говорит, вы можете воспользоваться ровно столько, сколько вы хотите, таким объемом силы, который вам необходим. Я не ограничиваю объем силы Святого Духа в вас. Вы ограничиваете его. Поэтому чем выше степень любви человека к Богу, тем выше степень проявления силы Святого Духа. То есть, практически пропорционально степень проявления силы Святого Духа в человеке зависит от степени проявления его личной любви к Богу. И поэтому, как следствие, чем выше степень будет, выше степень познания Бога от этого. Если у нас будет степень проявления к Богу любви высокая, будет и степень познания выше, что, в свою очередь, дает возможность Богу проявлять для нас высшую степень спасения. Степень спасения бывает разная, которую Бог дает человеку. Сама же степень любви к человеку к Богу зависит от сочетания таких вещей, как страх и трепет перед Словом заповедей Божиих. Насколько мы трепещем перед Словом его заповедей, настолько будет и степень нашей любви. Исайя 66-2 Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом моим. От степени именно такой любви зависит степень нашей защиты. И посредством отсутствия или же присутствия именно такой любви к Богу узнаются как дети Божьи, так и дети дьявола. Иоанна 3, 10, 16. Первое послание Иоанна. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равный, не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил? За то, что дела его были злые, дела брата его праведны. Часто на нас обижаются только потому, что дела наши праведные, дела их злые. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли смерти в жизнь, потому что любим братьев. Как мы знаем, что перешли смерти в жизнь? Потому что мы любим братьев, снисходим к ним, не обижаемся на них. Нелюбящий брата пребывает в смерти. всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Есть очень много людей, которые говорят, я тебя люблю. При этом они говорят это в тот момент, когда пронзают вас ножом и проворачивают нож. И говорят, я тебя люблю. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою и мы должны полагать души свои за братьев. Исходя из смысла имеющегося благовествования, проявление любви друг к другу является как творчеством правды, так и доказательством Царства Божия внутри нас. Запомним это. Доказательство Царства Божия в нас это наша любовь друг к другу, наше снисхождение друг к другу. Именно от степени проявления любви друг к другу познается наша степень пребывания в любви Божией и степень пребывания любви Божией в нас. Именно эти ценности как охраняются заповедями Божьими, так и обуславливаются ими. Именно эти ценности возвышенных взаимоотношений друг с другом как раз и являются первостепенными в призвании всякого человека приходящего к Богу, так как именно они являются определяющим фактором, служащим доказательством того, что мы обличены в достоинство учеников Господа. Многие люди говорят Господи, какое мое призвание? Господи, открой мое призвание. Твое призвание любить святых, снисходить, не обращать внимания на их, возможно, человеческую природу, покрывать их, молиться за них, не обижаться на них. Иоанна 13, 34, 35 заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Обратим внимание, наличие и проявление подобных отношений является творчеством правды и оружием света, свидетельствующим о совершенстве, присущем нашему Небесному Отцу. Оно также является доказательством того, что мы ученики. А следовательно и о том, что любовь Бога совершенно есть в нас и что мы пребываем в Боге, а Он пребывает в нас. 1 Иоанна 4, 7 и 12, 13 стихи. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам Духа Святого. Далее, согласно первоначального текста, который мы прочитали, несмотря на то, что Бог находится в скорби и скорбит с человеком, познашим Его имя, и страстно желает помочь человеку и избавить его из этой скорби, защитить его, Он не может этого сделать, пока человек, любящий Бога, не воззовет к Нему на Его условиях, следуя установленному им протоколу. Матфея 7, 7, 8 «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий и находит, и стучащему отворят». Это лозунг, который никому еще ничего не дал, если люди не будут знать для того, чтобы просить, искать и стучать, необходимо иметь откровение о том, а что именно просить и как просить. Люди просят очень многое, то, что вообще не соответствует воле Божией. Мы должны знать, что следует искать и как искать, далее, как стучать и в какую дверь стучать, а также, когда дверь откроется, как определить и как принимать просимое, в противном случае это повеление, повторяю, останется для нас ничего не значущим лозунгом. Во-первых, согласно Писанию просить мы можем только те вещи, которые следует искать, а стучать мы можем только в те двери, которые являются первостепенной целью нашего поиска, не второстепенной целью, а первостепенной целью. Во-вторых, то, что мы просим и то, что мы ищем, должно являться для нас совершенной волей Бога, которой мы призваны, которая нам должна быть достаточно хорошо известной и в которой мы должны быть хорошо утвержденными. В-третьих, при стуке в обнаруженную дверь, в предмете тесных врат, мы должны знать, какие инструменты и какие средства нам необходимо задействовать для стука в обнаруженную дверь. Луки 13, 25-28. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать двери и говорить «Господи, Господи, отвори нам!» но он скажет вам в ответ «Не знаю вас, откуда вы!» Это говорит о том, что они не знают, какие инструменты задействовать для того, чтобы дверь открылась. Они стучат, но дверь не открывается. «Тогда станете говорить «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты, но он скажет «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы! Отойдите от меня все, делатели неправды!» Там будет плачет скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божием о себя изгоняемыми вон. В-четвертых, нам необходимо хорошо изучить, в чем выражается суть и цель спасения, которое Бог обязуется нам явить, когда отвори дверь, которую мы обнаружили и в которую мы стучали. Вы знаете, что когда Дух Святой показал Даниилу очень одно удивительное видение, он показал ему все царства мира, которые будут проходить, и он показал это в виде истукана. Но если вы внимательно читали или же помните это видение, то там не совсем представлены царства этого мира, там представлены религиозные царства мира. Религиозные царства мира. Вот это множество религиозных людей, которые участвуют в царстве этого мира. Сегодня очень многие христианские лидеры, деятели церкви стремятся попасть в правящие структуры этого мира, в политические структуры, создать и сделать правительства христианскими. И сегодня великая блудница, сидящая на водах многих, господствует. От нее зависят сегодня все политические структуры. Буквально все политические структуры мира зависят от религиозных структур. Управляются ими. И Бог показал это в великом истукане. А потом Он показал маленький камушек, оторвавшийся от горы. Без содействия рук человека, который ударил в этого истукана, и весь этот истукан со своим великолепием рассыпался в пух и прах, ничего не осталось. А этот камушек сделался великою горою и заполнил всю землю. Вот этот камушек, оторвавшийся от горы, это учение о Царстве Небесном. Потому что Вавилон, соединение, смешение человеческого с божественным, где божественные принципы используются для власти в политических структурах, для обогащения, для выпячивания самого себя и так далее. Царство Небесное совершенно не связано с этим. Оно настолько маленькое, что на него никто бы не обратил внимания, но в нем такая могучая сила, что она разрушит эти великолепные могущественные движения, которые звонко называются христианские движения. Вы же знаете, что если это христианские движения, то они были бы все одно и все говорили бы об одном. Они говорили бы о Царстве Небесном и у них бы была структура Царства Небесное, а не многоловое чудовище, где каждый выпячивает себя сам и никто никому не подчиняется. 1 Иоанна 5, 14, 15. Что мы должны просить? И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы не просили, знаем и то, что получаем просимое от него, чтобы мы не просили по воле его. Вы знаете, что вот первостепенная воля Божия заключается в том, чтобы мы просили, чтобы он нам дал познать самого себя. Везде Писание говорит, чтобы мы искали Господа, чтобы познать Бога, а Бог говорит, вы можете познать меня через мое царство, через инфраструктуру моего царства, через порядок моего царства. Я нахожусь в моем царстве. Мы многократно говорили, что царством Божиим на земле являются те собрания, в которых Дух Святой поставил своих посланников в постете стада. Это суверенная территория Царства Небесного. Разумеется, каждый человек, рожденный свыше, является суверенной территорией Царства Небесного, Царства Божия внутри вас. Но мы должны этого царства искать, чтобы оно охватило все наше тело, всю нашу душу, чтобы все протекало по принципу этого Царства. И, разумеется, мы должны только этого и просить. Есть, конечно, и другие вещи, которые мы должны просить, но мы их должны просить так, как Царство Небесное, как часть Царства Небесного. Мы с вами много раз говорили, допустим, я болен физически. Относится ли это к Царству Небесному относится, потому что дух, душа и тело должны быть охвачены Царством Небесным, и я должен просить не об исцелении моего тела, а об исцелении тела, которое является храмом Божиим. То есть, я должен принимать душ не для своего тела, а для храма Божия. Я вхожу в присутствие Бога не мои интересы представлять, а интересы Бога. То есть, совсем одно, когда вы знаете, но вы начинаете это задействовать, вы послушный образу этому учения начинаете это употреблять. Тогда вы начинаете все к одной цели сводить, познать Бога. То есть, для того, чтобы Царство Божие могло проявиться в вас. Таким образом, дисциплина воскресения в познании Христа призвана давать Богу возможность избавлять и защищать нас и являть нам свое спасение только в том случае, когда мы пребываем в этом учении, соработаем с принципами, содержащимися в этом учении. И такая соработа с Богом выражается в том, чтобы мы могли выполнять свою роль, а Бог таким образом мог выполнять свою роль. Луки 11, 5, 8. Посмотрите, как следует стучать. Вот мы вначале просим Господа о том, чтобы Он дал нам познать, ищите Господа всегда. Мы ищем Его. А теперь мы нашли эту дверь. Ведь мы ищем Господа в двери. Он говорит, я есмь дверь овцам. Кто войдет мною, тот выйдет, войдет и пожить найдет. Этой дверью является Христос. Или же узкие врата. Я должен обнаружить. Писание говорит, немногие ее обнаружат. Многие ошибутся дверями. Подумают, что широкая дверь это и есть дверь Христос. И пойдут широким путем, думая, что идут путем Божьим в небеса. И потом, когда придут, окажется, что они не туда пришли. И когда начнут стучать уже в ту дверь, они вошли в другую дверь, а теперь стучать будут в другую. то она им не откроется. Луки 11, 5, 8. Интересная притча, которая говорит, как стучать? Куда стучать? Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст подружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. Давайте сразу определимся, что здесь представлены три друга. Одним другом является Небесный Отец, который находится уже на постели со своими детьми, дверь заперта и уже он ее не отворит. Вторым другом этого друга Небесного Отца является Сын Божий Иисус Христос, который идет к Небесному Отцу и начинает стучать ему и говорит, мой друг зашел ко мне с дороги. Этим третьим другом, который зашел к этому другу с дороги, является его невеста. Он просит для нее, дай мне три хлеба для нее. То есть, потому что для того, чтобы искупить дух, душу и тело, нужно три хлеба. Отдельно для души, отдельно для духа и отдельно для тела. Бог хочет показать, что все три субстанции человека должны быть искуплены и они должны быть искуплены и в них должна войти жизнь через хлеб жизни. Дай мне три хлеба. А тот говорит, не могу. Я уже успокоился, я вошел в мою субботу. Те, которые уже вошли, о ком ты еще просишь, какой там твой друг? Но написано, если он не даст ему по дружбе, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. Это говорит о том, что Сын Божий должен был что-то применить для того, чтобы получить три хлеба для своего друга. Он должен был применить неотступную молитву. Притом, эта неотступная молитва должна была представлять волю небесного Отца, иначе он не откроет дверь. Неотступность молитвы в поисках Царства Небесного – это, по сути дела, демонстрация плода Духа, выраженного в верности или вере, основанной на милости и любви Божией, вызывающей благоволение Бога. Практически неотступность в молитве ради любой другой цели, какой бы возвышенной и облагороженной в наших глазах она ни была, обуславливается Писанием как делание неправды. Только когда вы ищете Царство Божие, только когда вы ищете Бога, потому что Царство Божие и Бог – это одно. Только когда вы этого ищете, или я этого ищу, только тогда это будет творчество правды. Во всех остальных случаях поиск всех других вещей – это делание неправды. Мы перед тобою все делали, мы твоим именем и то делали, и то делали. Он говорит, вы делаете неправды. Вы не Царство Божие искали, вы искали нечто другое, вы хотели царствовать здесь, вам достаточно было спасения, вы закопали его в землю, вы не думали его пускать в оборот. Таким образом, неотступность в молитве в поисках Царства Небесного – это как раз и есть то орудие, которое нам необходимо задействовать для стука в обнаруженную дверь. То есть, инструмент воли Божией Царства Небесного. Вот когда мы стучим, стучать – это говорить, исповедовать, думать. И стучать именно в дверь через Иисуса мы все можем получить. Мы приходим к Нему, и потом вместе с Ними Он не может независимо от нас стучать к Отцу, хотя Он показывает, что Он вдруг и стучит, но знаете, как Он стучит? Он, как первосвященник, восстевший по чину Милхоседека по правую сторону Отца, ничего не может сделать для нас без наших молитв. Вначале наши молитвы должны быть направлены к Нему. Мы должны попросить Его об этом. Если мы не попросим Его об этом, ничего не будет. Луки 13, 23, 27. Некто сказал Ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказывай вам, многие поищут и невозмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в дверь и говорить, Господи, Господи, отвори нам. То есть, это когда дверь будет затворена. Пока она была отворена, для того, чтобы в нее стучать, прийти, то есть, возможность, когда она может быть отворена, была упущена. Но Он скажет им в ответ, не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить, мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но Он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от Меня, все делатели неправды. Очень важно, чтобы мы просили, чтобы мы стучали, и чтобы мы искали, но чтобы мы знали, что просить, что искать, в какую дверь стучать, когда дверь будет отворена, как определить, что дверь отворилась, и мы получаем, как принимать то, что мы получаем. Ведь Бог, когда дает нам спасение, Он дает его как залог. Если мы не используем его как залог для того, чтобы получить Царство Небесное, значит, мы пренебрегли Богом, пренебрегли Его любовью, пренебрегли Его спасением. Люди думают, что этого достаточно. Люди не хотят думать об этом, что если они не задействуют залог своего спасения, залог Святого Духа для обретения Царства Божия, они полагают, что оно внутри их. Если бы Царство Божие было внутри вас, у вас не было бы неприязни, огорчения, ожесточения к своим братьям и сестрам. Вы бы глубоко чтили ваших пасторов, ваших представителей, которых Бог послал бы для вас. И когда они обличают вас, вы бы радовались и принимали это как лучше елей, а не обижались бы и не ожесточались. Вы должны сами определить, что это не Царство Божие в вас. Вы обманываете самих себя. Это Царство Сатаны, это порядок смерти, разрушающий вас. Это вызывает и вызовет многие болезни, разрушения, это вызовет отторжение ваших детей от вас. Ваши дети попадут в такие обстоятельства, из которых вы не сможете их взять. Но как только вы начнете искать Царство Божие и как только оно начнет вас проявляться, перед красотой этого Царства никто не устоит, особенно ваши дети. Они первыми увидят изменения в вас. Как же дети могут чтить церковь и иметь правильное отношение к посланникам Бога, если родители, приходя домой, начинают негативно отзываться, обижаться и в их присутствии рассказывать и говорить кто такой пастор. То есть они со своей стороны обиделись. Но если бы они этого не делали, то это было совершенно другое. Я прекрасно это вижу по отношению детей ко мне. По отношению детей я узнаю отношение ко мне родителей. Некоторые родители очень редко ко мне подходят, но я вижу когда дети проходят, они же непосредственно сразу выражают ситуацию и климат родителей. И сразу вижу что там происходит. Бывало, что ребенок приходил, радовался, все, и вдруг смотрю, ребенок подозрительно смотрит, обходит тебя. А потом смотрит уже не подозрительно, а озлобленно, обиженно. И потом уже смотрю, эти отроки и юноши и девушки с таким негодованием подходят и могут что-то говорить, в то время как другие наоборот расцветают. Это говорит о том, что вы убиваете своих детей, вы убиваете самих себя. Любовь по отношению друг к другу, она определяет Царство Божие внутри вас, она определяет ваше отношение к Богу и отношение Бога к вам. Это либо порядок жизни, либо порядок смерти. Запомните, любое нежелание примириться, любое нежелание признать, любая причина оправдать свое жестокосердие, любая обида, все это порядок смерти, разрушающий вас. Как бы вы не прикрывались, это опасно. Лучше раскрыть, лучше взять меч и поразить свою ветхую натуру и сказать, Господи, я не хочу этого, я хочу быть послушным, я хочу смирить себя перед Твоей волей. Есть вещи, которые нам сразу непонятны, когда говорит пастор. Тот пастор, который говорит и все понятно, я уже часто говорил, это не пастор, это наемник, это лже-пастор, потому что истинные посланники говорят волю Божию, и она открывается по мере той, которую хочет Бог. Иногда Бог какую-то часть задерживает и говорит, что это тебе еще не время понимать, ты ее слышишь, но не понимаешь, и тогда ты начинаешь возмущаться, что это, как это можно понимать. Мы много раз говорили, не важно, что говорит посланник Бога, важно понимать, что это посланник Бога, и этого вполне достаточно. Ешьте только то, что вы поняли, а принимайте все. то, что вы не поняли, отлагайте, и пусть оно сохраняется. Вы думаете, что Мать Иисуса Христа все понимала, что Иисус говорил? Конечно же, нет. Написано на все это слагало в сердце. Слагало в сердце то, что невозможно понять. И потом пришло время, когда Дух Святой сошел, и по прошествии многого времени, не сразу, а постепенно, часть за частью, Дух Святой открывал все то, что Иисус говорил. Он говорит, когда я уйду, я пошлю Моего Духа, и Он откроет вам все то, что Я говорил, и напомнит, и откроет. И мы видим, как апостолы начинали понимать после сошествия на них Святого Духа то, что ранее говорил Иисус. Когда Он говорил при жизни, они мало что понимали. Вот почему множество учеников разошлось. Но все-таки кое-кто остался. Остались двенадцать, и остались помимо двенадцать, мы видим, что остались Его друзья Лазарь, Марфа, Мария и им подобные. Они остались. Почему-то они тоже были друзьями, тоже были учениками, но эти ученики расценивались как-то категорией друзей. Иисус приходил к этим друзьям и отдыхал там. Его сердце там успокаивалось. Ему там служили. и в момент, когда Его распили и все ученики разбежались, друзья остались с Ним. Марфа, Мария следовала в группе небольшой женщин за Христом, когда Он был под крестом. Они плакали, а Он говорил им, не надо плакать, плачьте о себе и о детях ваших. То есть они не могли на тот момент понять, что Он взял на себя их грех, что Он обменялся их судьбой, что в этом кресте Он несет их судьбу, но они не понимали. Они просто сострадали Ему. Им было жаль, что несправедливо Его так казнят, но Он нес их судьбу, и хотел, чтобы они приняли Его судьбу. Он говорит, вы плачете о себе и о детях ваших. Только через правильный плач и правильные слезы, когда мы просим со слезами, Господи, помилуй нас. Помилование связано с заветом. Помилуй, значит, мы с тобой в завете. Человек, не имеющий завета с Богом, не имеет права молить Бога о милости. Только тот, кто имеет с Богом завет, что-то свое, может просить о милости. Каким образом Бог знает своих, и как Он будет их избавлять, я не знаю, но я знаю, что Он избавит. Очень важно определиться здесь, что тесные врата нужно найти, и в них надо стучать. Надо просить, чтобы Бог дал возможность. Как вы обнаружите или узнаете, что вы просите именно правильно? Ведь многие люди не просят, они считают, что они уже нашли. Они уже нашли, они уже находятся на правильном пути, и они в жестокости избивают других, они с легкостью отлучают целое движение и целые церкви, как будто бы обладают этим правом. Вы знаете, что от Господа отлучить невозможно. Никакая власть, никакая сила не может отлучить нас от любви к Господу. А если мы любим Бога, то это обязательно будет сказываться, и мы будем видеть в тех наших мучителях и гонителях все равно мы не будем на это так реагировать. Чем больше нас будут мучить и стязать, тем сильнее мы будем любить Бога, и тем состраданием будем относиться к подобным людям, которые убивая нас, будут думать, что они этим служат Богу. Господь сегодня на престоле в своем время подходит к концу, действительно к концу. Мировые державы дрожат, никакого мира уже нет, объединенная Европа прекрасно понимает, что она не справляется ни с чем. Америке скоро придет конец, как государство, оно скоро будет упразднено без войны, никто против него воевать не будет, и оно прекратит свои войны. По той простой причине, что как только невеста возьмется, Америка больше Богу не нужна. Америка это собрание наций. Очень много людей со своих стран убежало сюда для того, чтобы обрести свободу политическую, религиозную, материальную, экономическую, потому что Бог создал это на самом деле не для того, чтобы люди обретали материальную, экономическую независимость, а для того, чтобы люди обрели свободу во Христе Иисусе. Это уникальная страна. Именно отсюда Бог начал распространять свое влияние и сдерживать тоталитарные режимы в отношении своего народа. Здесь очень сильная церковь и благословенная церковь. Никто столько не сделал для мира, сколько сделала церковь Америки. Не вопрос евангелизации, не вопрос помощи бедным. И на сегодня помощь бедным странам мира само правительство Америки оказывает больше, чем какая-либо другая страна. Тем не менее этому государству этой стране приходит конец, потому что церковь скоро в лице невесты будет восхищена. И тогда Бог обратится ко всем другим странам и создаст там такой климат, который будет гораздо лучше, чем здесь. И тогда китайцы не будут основывать здесь что-то свое, побегут в Китай. Немцы побегут в Германию, русские побегут назад в Россию, украинцы назад на Украину, несмотря на то, что сейчас там творится беспорядок, которые творят фашисты, поддерживаемые той же объединенной Европой и Америкой, потому что у каждого государства свой интерес. Но мы должны понимать, что причина этих беспорядков Вавилон, церковь. Если бы в церкви не было такого непочтения друг к другу и непризнания поставленной Богом власти, этого не было бы в странах. Если бы церковь Украины стояла и держала твердо факел взаимоотношений друг с другом, этого бы там не произошло. Дьявол не смог бы произвести. Бог поставил светом для мира церковь, а не этот мир. Свет управляет всем, но так как свет прекратил управлять и передал свое управление другому, другой и перехватил это управление. Бог дал Адаму право, власть управлять землею, но Адам с легкостью передал это дьяволу и дьявол стал управлять землей, стал князем земли. Я верю, что если церковь начнет понимать и осознавать свое значение, Дух Святой сделает великое в этом мире для каждой любой страны. Конечно, церковь в Америке не ответственна только за Америку, равная церковь в России или в Китае, или в Корее, или в Японии не ответственна только за свою страну. Да, мы ответственны за ту страну, в которой живем, но мы практически ответственны за всех царей. Писание говорит молитесь о царях, а не о царе. Молитесь о царях, о господствующих людях, чтобы вам было хорошо. Эти люди находятся в панике. Они не знают, как управлять. Раньше они думали, что не знают, как, но теперь они видят, что не знают. Их жизнь в опасности, их семьи в опасности. Эти люди находятся под риском, но от них зависит покой миллионов. Уничтожите власть, не подчинитесь власти, посмотрите, что тогда творится. Да, начинают учить, это олигархи, они взяли все в себе, и вот люди потому восстали. Сейчас людям лучше. А если к власти придут фашисты, они заставят вас всех работать на свою мельницу. До этого было все равно лучше. Бог устанавливает порядок властью, которую ставит здесь на земле, допускает. Мы с вами в ответе за этот мир. Мы в ответе за самих себя. Люди сегодня многие хотят евангелизировать. если вы свет, вы будете евангелизировать на месте. Наша евангелизация зависит в отношениях друг с другом. Вот наша евангелизация. Люди будут узнавать, что мы ученики Господа только благодаря взаимоотношению, а не тому, что мы возьмем Библию под ручку, ассигнации в карман и поедем проповедовать другим странам. Я вообще с удивлением смотрю, когда люди, не имеющие никакого успеха в отношениях с Богом в Царстве Небесном, в Индию, в Африку, помогать, проповедовать и думать, что они что-то великое делают для Бога. Евангелизация – это результат, а не цель. Мы должны это знать. Они поставили своей целью. Евангелизация – это результат света, результат нашей жизни, результат наших взаимоотношений с Богом, друг с другом, с бесами, с этим миром, результат отношения к самому себе, результат поиска Царства Небесного в себе. Что-то начало происходить в этом мире, и Господь хочет, чтобы его церковь по-другому посмотрела на жемчужину Царства Небесного. Он принес учение о Царстве Небесном, и оно было забыто, заброшено. Нам следует эти колодцы раскопать, учение о Царстве Небесном. Нам следует прекрасно понимать, что учение Иисуса Христа, пришедшее во плоти, это учение о Царстве Небесном. Если люди думают, что они имеют учение Иисуса Христа, но довольствуются спасением, не пускают Его в обороты, не воспринимают Его как залог, да не имеют они учения Иисуса Христа. Совершенно не тот Дух у них. Бог хочет именно, чтобы в теле, в человеческом теле, стало Царство Небесное. Царство Божье внутри вас, не ищите Его в другом. Люди все время Его ищут где? У нас нету проявления даров Святого Духа. Слушайте, а что вы ищете, чтобы оно было у нас? А ну-ка давай, покопайся в самом себе. Вы обратите меня, как только человек начинает унижать Церковь и не видит проявления, а ведь Писание говорит, ты должен в себе Его искать, Царство Небесное. Ищи Его в себе, и ты увидишь тогда великое проявление Божие. Как только человек обнаружит Царство Божие в себе, он станет все то, что происходит, смущается, а он будет спокоен. Как Елисей, окруженный врагами, был спокоен, а слуга его был в беспокойстве, потому что не видел. Когда вы обнаружите в себе Царство Божие, как по притче обнаружил его человек на поле и пошел купил это поле ради этой жемчужины. Он купил, а чтобы купить, надо было продать все. Как только вы обнаружите в себе Царство Божие, вы заплатите цену всей своей жизни за то, чтобы обладать всем полем ради этой жемчужины, ради этого маленького камня, оторвавшегося от горы, который призван разрушить великого религиозного истукана, соединение этой великой славы. Ведь при Вавилонском правлении, запомним, в Вавилонском правлении Даниил управлял дворцом Седрах Месаха Авденага всею страною. Но тем не менее, там были идолы, потому что это было сочетание божественного с человеческим. И Бог показал, что такого никогда не будет, рассвета. И потом пошли царства ниже, ниже, и все это было все равно Вавилон. Сочетание, потому что голова-то была Вавилон, и поэтому все начало происходить от Вавилона. Поэтому Бог сегодня призывает святых, чтобы они услышали голос. Голос с неба, который был к народу Божьему, чтобы он вышел из Вавилона, чтобы он перестал смешивать человеческое с божественным, чтобы он обратился к инфраструктуре Царства Небесного, которая состоит в правильных взаимоотношениях друг с другом. То есть в субординации, в признании этой субординации. Да, мы сотворены Богом независимыми, но в то же время свободными, но Бог хотел, чтобы мы познали, что эта независимость говорит о том, что я сам добровольно ставлю себя в зависимость. Вот в чем наша независимость. Я сам добровольно ставлю себя в зависимость от Господа, а также от тех, кого поставил на дно и Бог. Только в этом будет Божий порядок. Не нужно поддерживать человеческие инициативы, обиды людей. Никогда не нужно входить в те сферы, за которые мы не несем ответственность. Никогда не нужно защищать то, что мы не призваны защищать. В церкви всегда есть люди, которые призваны защищать и творить суд. Не может каждый из нас творить суд. Не может каждый из нас обличать. Не может каждый из нас давать оценку всему, а только за то, за что мы несем ответственность пред Богом. Как только мы начнем это понимать и начнем это исполнять, начнет оздоровление, начнет просачиваться исцеление. Дух Святой мне открыл, что его дождь, последний дождь при дверях, что облака, наполненные водою, готовы пролиться. Но когда они начнут проливаться, они будут проливаться с великими громами и с множеством молний. Это не будет простой дождь. Он будет сображдаться громами и молниями, сильными громами. Это будет суд, который уже начался в его церкви. Он будет очищать свои собрания, он будет очищать своих людей. Те люди, которые хотят этого, они будут читать обличение как великую милость. Те, которые поставили себя в другое состояние, они озлобятся, обидятся, объединятся вот в такие снопы и будут как солома собраны. Он говорит, соберите мне отдельно плевелы, свяжите их в связки. Эти люди начнут тоже консолидироваться, связываться в связки. И Бог таким образом начнет выделять из своих собраний эти консолидированные, жестокосердные, высоко себе думающие, с иным благовествованием, которое не благовествование, а смерть. И тогда придет конец. Многие цари и праведники желали видеть денсий, который видим мы, жить в этом времени, в котором живем мы. Писание говорит, когда вы узнаете, что вы живете в этом времени, радуйтесь, поднимите ваши головы, ибо избавление ваше приблизилось. Мы сейчас будем молиться. И все желающие и понявшие суть благовествования, которое вы слышали, вы можете бросить вызов своим обидам, своему непослушанию, своим бунтам, своей зависимости, неважно от какого греха. Дух Святой обладает необыкновенной силой освободить вас прямо сейчас или начать это освобождение вместе с вами. Склоним наши колена, будем молиться Дух Святой за вас, чтобы помочь вам, а не повредить вам. Обличая, Он этим показывает свою любовь. Кого люблю, того обличаю. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить и надеяться, что Бог за вас, Он не против вас. И любое обличение это Его великая милость. Принимайте ее как милость, и она обновит вас, исцелит вас, спасет вас и защитит вас. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Ладони обращены к небесам, это элемент, что вы надеетесь на Бога и готовы получить от Него эту милость. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к тебе с моей болью, с моим поражением, с моим страданием, с моим стыдом, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, сними мой позор, защити меня, облеки меня твоей силой. Я открываю мое сердце для твоего Святого Духа, для твоего Царства, для твоего Слова. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословить тебя Господь, да призрить на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе и весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости единому премудрому Богу спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величие сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки Аминь.